Здравствуйте! Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что снимет свою кандидатуру с выборов только в случае, если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю, сказал глава Белого дома. Он отметил, что руководство фракции Демократической партии в обеих палатах Конгресса США просит его не выходить из предвыборной водки. Но Господь Бог чаще выражает свою волю не столь пафосно, без схождения с небес. Например, в виде апоплексического удара, с которым ничего не сможет поделать даже руководство Демпартии. Ну или в виде банального кирпича. Именно так. От куска черепицы, к примеру, погиб в расцвете сил знаменитый царь Пир, в силу чего не смог повторить достижений своего предка Александра Македонского. От куска кирпича, впрочем, еще может защитить личная охрана, а вот от инсульта вот никак. Но, видимо, Господь не торопится сходить с небес. И США, в случае победы Байдена, продолжат политику, которую для нашей страны уместно назвать катастрофической. Мир на пороге большой войны и наивно считать, что так уж многие ее не хотят. Есть очень много народу, кого война очень даже устроит. Война очень выгодна, когда ведется чужими руками на чужой территории. Европу война разоряет, а Америку обогащает. А Россия вообще никого не интересует, как и Украина. Примерно как война иракезов с деловарами, в результате которой образуются несколько штатов, почти свободных от населения. Про помощь каналу не напоминаю, но благодарен тем, кто помогает. Напоминаю о репостах и о странице в ЖЖ. Пользуйтесь. Кратко. Бывший министр здравоохранения, реформист Масуд Пизышкиан, станет девятым избранным президентом Ирана. По сравнению с 2020 годом доля самозанятых среди IT-работников увеличилась с 1% до 20%. США приобрели уран у России на сумму в 209,5 миллионов долларов. Умерла диктор центрального телевидения, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихиченко. Предложения Путина не понравились западные политики, не проявляли интерес и спустя три недели не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил Путин, сообщил Дмитрий Песков. Президент Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по регулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и деноцификацию, отмену санкций против Москвы. Может им предложения не понравились, а? Не, ну правда, что им не нравится-то? МИД допускает корректировку ядерной доктрины. Ядерную доктрину России могут вынести корректировки. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников, объяснил Рябков. То есть понятно, если доктрина вообще-то и будет корректироваться, то в сторону ужесточения. Собственно, главное в нашей ядерной доктрине, это что Россия обязуется не наносить удар первым, ни тактическим, ни тем более стратегическим ядерным оружием. И это единственное, что можно корректировать, потому что, в общем, и нечем. Лавров пока не пробовал пудинг. На вопрос о том, изменятся ли отношения Москвы и Лондона при правительстве лейбористов во главе со Стармером, Лавров ответил, что дипломатия – это негодание. И напомнил английскую пословицу про пудинг. Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать. Пробовал я британский пудинг в Британии. В общем, чтобы понять, что перед тобой говно, не обязательно пробовать его на вкус. Хотя, да, точность дипломатов, она всем известна. В принципе, периоды правления лейбористов для Британии всегда были полезны. Например, восстановление британской экономики в послевоенный период или удачное управление Большим Лондоном при Кенни-Ливингстоне. Ну и отношения с Россией всегда были лучше при лейбористах. Хотя, конечно, принципиальных изменений в британской политике от перемены мест не бывает. Тем более, что у власти в РФ политическая сила, которая куда ближе к консерваторам.